друзья всем привет мы продолжаем играть в arcs revival и волк на карте рагнарог с модом аннуаки 2 приятного просмотра вот раз между сельми я опять занимался фармом занимался стройкой но не очень долго поэтому больших изменений вы не увидите большую часть времени между семьями я строил потом сносил потом опять строил потом опять сносил потому что я пытался придумать как будут выглядеть башенки как будет выглядеть внутренний двор вот видите я уже начал какие-то моменты строить мне кажется более-менее что такое получается также по ходу стройки я решил что вот из этой маленькой башенки надо будет сделать проход на вот эту сторожевую и 2 сторожевых надо будет соединить в общем-то идей много также я хочу сделать внутренний двор естественно те кто ну не за играли допустим skyrim я думаю там что-то похожее вы видели когда заходишь замок а внутри чего такие зеленые участки с деревьями с лавочками так далее и опять же дальше идут помещения как раз что-то похожее я хочу здесь построить я думаю что посередине вот над зеленой зоной будет у нас участок чистого неба то есть не будет полностью под крышей хотя сначала была такая идея ну посмотрим может быть и будет небу не буду загадывать заранее потому что пока вот это все строится 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 изменяется и неизвестно к чему это все приведет я думаю что к следующей серии мы уже сможем переехать в этот замок будет наверно готов более-менее каркас такой черновой вариант будут какие-то стены мы будем естественно его еще достраивать но уже перевезем все свои вещи сюда перенести не получится потому что много всего тяжелого именно перевезем и где-то обозначим уже крафтовый угол скорее всего это будет здесь здесь будут верстаки и так далее и вот здесь уже начнем строить какую-то площадку для динозавров в этот раз я не хочу огораживать бегемотами будем огораживать тоже может быть даже вот такими воротами из мода как стоят сейчас в замке спасибо за подсказку насчет велосерапторов они действительно нам понадобится и по-моему я даже такой крафт видел но мне не отложилось что это именно велосерапторы вот да и на них трибьют здесь фертилайзер велосераптор ок одна штука нужно одно оплодотворенное яйцо велосераптора одно оплодотворенное яйцо раптора два когтя альфа-раптора и 100 крови пиявки я думаю что яйца раптора велосераптора это будет более-менее изи хотя у нас две самки просто самца но дайте кровь пиявки тоже мне кажется ничего такого тяжелого а вот альфа-раптор и я если честно не припомню когда его последний раз видел по моему даже в этот раз в этом выживании ни разу и не видел также в комментариях пишут почему до сих пор не обкатали альфа-птера вот он стоит 45 он уже альфа-птернодон к сожалению он не prime альфа-птернодон а просто альфа ну я думаю что можем сегодня и обкатать у нас там немножко чего-то не хватало я уже какие-то ресурсы докидывал не хватает 75 нсн хитин вот он как раз нсн хитин 75 штук можем мы сделать ну по идее можем делается он делается сразу по многу сделал немного меток на всякий пожарный случай если меня убьют допустим а существу останется ну давайте смотреть 9222 хп выносливость 1400 вес 1344 урон триста тридцать шесть скорость 135 давайте 7 уровней в кинем сразу в урон посмотрим на что он способен летает он очень быстро 3179 45 птер да неплохо получается если у нас будет терчик какой-нибудь 500 и до или 600 представляете что он будет творить получается если мы его прокачаем то мы сможем драться с дрэйками он достаточно быстрый чтобы отлететь и вернуться назад уже бочкой но мне написали в комментариях получи зачем ты зачем ты будешь убивать этого дрэйка если сейчас убрали вот этот трибют да он по моему назывался дрэйка убрали этот крафт седла что село теперь краска абсолютно по-другому давайте-ка посмотрим сразу гамма дракон спаунер альфа руд дрэйк дрэйк седл энс энд пэлт энс энд хайт черный жемчуг стальные слитки да теперь не нужен никакой трибют можно просто вырубать дрэйка и делать на него седло что за инграмма такая до 140 вам просто черный квадрат малевича мне немного некомфортно с такой скоростью передвижения не знаю кому то может быть нравится мне не очень папа врезался в индукриуса ну зато можно без всяких телепортов слетать куда угодно вообще куда угодно с такой скоростью нормально и декурса даже поднять не может вот тебе альфа птер не поднимает каждый раз когда я захожу в игру в этом моде что-то обновляется но если честно не смотрю что обновилась и так далее надо будет не полениться зайти посмотреть что происходит вот это почему до сих пор не пофиксили не уж то автор мода ни разу не летал на аптере на своем же кажется мы уже можем поставить печку цементная паста 221 штука я потратил всю цементную пасту муки каждый раз приходится за ней летать как же хорошо что я живу рядом с бобрами с цементной пастой вообще никаких проблем нет две с половиной тысячи цементной пасты я даже на два дальних озера не летал ну как дальних который вот справа находится ловите сразу делаем печку я даже не знаю что лучше сделать печку или гриндер я уже воткнул станок вот туда в угол пусть будет откуда поставить гриндер есть сейчас не знаю пусть будет здесь где-то прямо посередине куда деваться но только птер убрать ничего страшного мы уже сейчас будем переезжать так что постоит сейчас я закинул в него все шмотки которые хочу загриндить и посмотрим что у нас из этого выйдет довольно большое количество как у меня игра сейчас не вылетела green all of мамочки родные 171 импруф наркотик огромное какое-то невероятное смотрите хранилище 284 из 200 вероятное количество волокна смотрим дальше мне не надо будет собирать жемчуг у нас уже его достаточно много хотя не знаю надо не надо 12 с половиной 13 тысяч жемчуга не так уж и много кожи дохренища очень много полимера очень много обсидиана немного кристаллов смотрите сколько металла обалденно ухты цементная паста если честно ожидал что мне выпадет хотя бы немножко вот этих ресурсов из мода вот они альфа-блад инсент хитин там что-нибудь такое но не выпало ну может быть потому что я не дробил альфа-седла я пожалел их немножко потому что не факт что мне выпадут именно такие или такого качества в общем то я решил что не буду их глядить но сами видите что с ресурсами у нас теперь все отлично ну я думаю что спички можно даже теперь обождать здесь на что нормально жарится значит так сразу ставим на крафт ну соточку не соточку на штук 50 вот таких элементов потолки треугольные еще наверно что 50 по-любому понадобится таких можно ставить а почему так мало давайте ресурсы подкинем таких можно ставить сотку сингл дабл это двери пока кинду watch по большие ворота по-любому надо жалко что нету такой крыши горизонтальный но конечно это было бы нелогично это же черепица как она может лежать горизонтально это было бы тупо но все равно обидно потому что могли бы какой-то такой прямой потолочек придумать потому что мне сейчас нужен именно прямой нам придется что-то с этим делать либо либо что-то чем-то заменить я делал еще одну попытку слетать в поля найти барашков но мне это не удалось опять я не встретил ни одного офиса я подозреваю что все-таки мод прихисторик бист забивает спавна обычных существ но я пока все равно его убирать не буду то что мы еще по приучаем каких-то существ посмотрим постараемся всех если не получится то большинство приучить посмотреть и потом я его уберу ну буквально через пару может быть тройку серий я этот вот уже уберу перри загружу спам и мы уже будем смотреть всех остальных так что я еще не взял я думаю вот этих киблов там уже за глаза должно хватить ягоды не нужны еще штучек 5 зелий сделаем и погнали сразу хочу поправиться пока не забыл мод который позволяет сажать на плечо динозавров это не дину storage я если честно подумал что никакой другой мод это добавить не может но оказывается это делает анунаки 2 вот это было неожиданно вы можете найти в steam мастерской мод дина пикапово называется он как раз таки добавляет всего лишь навсего один этот кубик и вы сможете любое существо с собой носить тихо тихо 653 тысячи он меня увидел мать честная как он быстрый тихо что творит гад он бьет меня нептера жесть я ничего не могу ему сделать походу этому теруха на что случилось надо валить домой успеем по моему успеваем вот это жесть мне броню сломали немного пока я приоденусь вы видели я практически не нанес ему никакого оглушения вы говорите переручи дрейка может быть какой-то другой конечно дрейк так вот она шапка я вот я понимаю атмосфера птички поют хорошо вот будет прийти за фармить этого базила я уже второй раз пим у него пролетаю и потом забываю что надо прийти и забрать нефть т-краптор здесь где здесь вот он там скорее всего очень много хп 600 12 миллионов 800 тысяч у аргентушка пользен аргент кстати а может быть пофиксили эту беду может быть их уже можно вырубать давайте смотреть держится вроде оглушения только у меня стамина закончилась походу пофиксили это конечно хорошо блин мне нужна стамина сейчас он меня приручит ну давай уже отличу немножко в сторону значит аргентов пофиксили это супер и вот не помню в каком-то из лучей мне по-моему падала седло на аргента но я могу ошибаться надеюсь что падала да держится оглушение смотрите нормально я очень очень этому рад вам 160 тысяч торпора представляете себя интересно сколько он наносит ну моего птера он уже вырубать потихонечку видите 66 тысяч сейчас я отличу чуть подальше посмотрю сколько он не нанес 9 600 немного ну это дикий аргент единственный его минус что на аргенте я скорее всего уже ни от кого не улечу на птере еще какие-то шансы есть вы помните да я дракона улетел еще от кого-то дрейка улетел аргенте я уже улететь скорее всего не смогу давай восстанавливайся папа еще разочек упадает все равно по мне все он уже улетает могу присесть ненадолго далеко не улетит главное не в океан так еще и последний раз скорее всего на пляже ляжет нет здесь я думал долетит до пляжа просто здесь галимим ныкается стой пожалуйста держи зелье держи киббл слушает да это топовый киббл в один всего съела и можно управлять без седла как-то неожиданно и я все-таки хочу с седлом ну он быстрее чем обычные аргенты это радует тоже хороший знак посмотрим статки 26 тысяч 400 хп выносливость 8040 это очень много вес 2340 он 1057 обалдеть вот это серьезно и естественно у него здесь верстак все для ну-ка на левую кнопку мыши 475 меня даже укусили 10 тысяч оглушения сходу вообще сходу еще ни одно уровня не прокачал на правую кнопку мыши он хватает на си тоже хватает окей торбозаурус батар что это такое ты кто уровень 520 что значит торбозауру то не переназвали рекса вам 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 все лег нужен нам этот торбозауру батар или нет даже не знаю ну давайте мне просто не очень понятно зачем они переназвали может быть это та же история что и с волком на а он даже не полностью приручился одним кивлом ok 779 торбозауру здесь седло нужно ладно иди домой поднимет он только поднял вот это я понимаю тема сейчас он его вырубит скорее всего до спускаемся и доедаем я получаю от него обратно потому что он с рогами зараза от всех кто с рогами от всех кто с шипами идет обратно о смотрите кто здесь есть здесь просто погуляешь по здесь во дворе поднимем ворота все шикарно конечно может выбежать туда полететь куда-то это будет жопа блин не получилось дать сейчас он успокоится немножко и стой все потом все стеночки я на место верну интересно что я сломал верхнюю стенку что ли я сломал вот это кайму ладно фикс ним интересно сколько уровней даст держи 47 уровней хп прокачивается неплохо но я оставлю тридцатку выносливость качать смысла абсолютно нет вес тоже скорость я представляю что там прокачать сейчас один процент поэтому прожимать не буду все в урон давайте еще одно зелье не пожалеем еще десять уровней попить мой перс хочет пить 22 тысячи оглушения нормально пойдет а больше всего мне радует что этот аргент никуда не уходит не улетает когда я с него слезаю единственный его минус это углом всего лишь тысяча мало очень мало зато все спать разложатся опачки блюпринт и вот к сожалению готовы стедла мне находятся больше ладно а я еще и взять его не могу понятно я так понимаю всех рексов переназвали в торбозавров поэтому скорее всего мы приручили самого обычного рекса ну-ка да ладно можем так сделать это конечно будет очень долго и у меня пол хп сразу слетела не не я все понял улетаю упа а это что такое какое-то гнездо точно альфа лайстинг и верно и я потом не улечу отсюда на этом в аргенте он точно не сможет убежать от верно даже от обычный а тут альфа вы его нафиг альфа дедикус 430 восемьсот восемьдесят четыре тысячи хп на самом деле мне кажется что с ним я бы мог подраться на саблезубие ну что рискнем вот это обратка он еще бьет 6000 смотреть внимательно за здоровьем у жестко я вижу только огромное пятно из цифр у меня убивает и он быстрее меня восстанавливается я сейчас будет полная хп да получается мне нужно обязательно хилинг по уши на чтобы с ним подраться если бы не обратка все было бы более радужно но обратка это очень больно он сам то бьет смотрите порой по 13000 хорош 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 нет саблезуб не сможет справиться интересно чебик прокачивается от убийства альфа особей своего вида не догнал ладно тебе да идет прокачка нормально вообще хорошо лететь неудобно когда вот так весь экран светится ничего не вижу что вокруг происходит не очень это конечно такое приходится лететь вот так иначе я врежусь во что-то там дрейк здесь шок сайбертуз тигр ойзен сайбертуз тигр снежный как у уровня дрейк 490 758 тысяч оглушения ну что можно попробовать в принципе пока я отдохну сначала там тоже что-то светится войсен грифон ничего не видно я не вижу дел есть так пошло оглушение я просто не попадаю по нему потому что я ничего не вижу из-за этого свечения серия как слепой летаю в темноте аргенты мешают мне здесь кстати огненные анкилы который скорее всего ничего не плавит и постоянно в комментариях пишут что паучи он плавит металл так и ничего не вижу тесто можно как-то убрать это свечение невозможно на нем летать вот реально невозможно это огромное желто-зеленое пятно то есть 90 406 попробуем на птере оглушение наносится вообще никакое нет вообще не вариант тогда другая схема нет всего пять стрел у меня я аргентом нанес там 50 по оглушению 1000 там ничего просто 50 оглушения и также птером то есть это не ошибка это не промах это реальная очень мало оглушение наношу его не попал еще раз лети сюда попал не попала еще раз зараза как же тяжело в него попасть вот это оглушение сто тысяч вот это я понимаю нормально сто семьдесят три тысячи мне нужны такие стрелы получается дрейка надо вырубать стрелами и вот они биотоксина у меня нет получается чтобы приучить дрейка нужен биотоксин у нас нет выбора кроме как строить водную базу хотя бы какую-то и в следующей серии идти под воду вот мы не уходи постой пожалуйста 3600 нефти тут я понимаю жестко просто 6 сейчас в кормушку немного рыбы хотя бы положу нет это бесполезное занятие сейчас искать не дали здесь нужно полноценно идти под воду приручать кого-то идти добывать ну допустим базилазавра supreme седло 191 броня и она не одевается серьезно зачем тогда supreme седло делать если она не одевается на рекса если рекса переделали а седло не переделали что ли сто шесть тысяч хп семь тысяч выносто есть это необычно рекс 2235 веса урон 924 это необычный рекс это рекс на стероидах и 2400 урон для рекса очень даже неплохо для рекса 780 уровня на секундочку апатозавр пытается свалить по полной программе но уже не получится сколько уровней 16 сейчас где-то будет 5000 до урон 3 800 у скорее всего социалка мешает погнали что такое светится маленькая детеныш элит мезопитека я думаю в максимальной прокачки будет тысяч десять надо беда не больше ведь что делает мучает птера реально мучить ух зараза поджог наешь тебя спас дубль 10 я не знаю какой то дуаль на самом деле но это уже уже четвертый или пятый подход и запутался надеюсь сработает кибала блин да чтоб тебя он сразу агрится я даже не успеваю поражать ничего в чем прикол попытка номер пятьсот тридцать шесть что же это такое блин за что ладно поставлю назад я уже не рассчитываю его приручить в этот раз где он там просто подбегаем и коры на ну тихо 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 ах бри спасибо тебе аргентушка морковка ok он приручается его можно было вырубить серьезно тьфу на тебя и только замок попортил приучился а в трубу смотришь написано только пассивно на левую кнопку ошибет рогом на правую копытами си так вот надо бы встает ничего альт-контрон чё пробел прыжок никакого полета на двойной пробел ничего такого нет урок падения присутствует паразавр идеальная жертва постой 58 урон обалдеть тихо вот так окей оглушение 250 примерно ну такое ладно пойдем домой эти мучения мне кажется того не стоили ладно ребятки я думаю что сегодня мы уже не успеем ничего построить напишите пожалуйста в комментариях Хотите ли вы в начале следующей серии увидеть стройку, хотя бы минут 10, либо мне что-то построить самому между сериями и уже во время серии показать вам результат. Всем спасибо за просмотр, всем пока!